Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Взлёт. Посещение школы кажется большинству детей скучным и бесполезным занятием. Постоянные уроки и домашние задания нагоняют тоску. Жизнь в школе протекает веселее, когда организуются кружки по интересам, где каждый ребёнок может получить настоящее удовольствие от работы. Однажды в школу приходит молодой учитель Лу, который решает основательно заняться театральным кружком. В последнее время деятельность кружка не клеится, потому что дети, раздираемые внутренними проблемами, не могут договориться о репертуаре и разделить роли. У семерых подростков свои трудности. Больные родные, безответная любовь, отсутствие жилья. У Лу получается сплотить подростков, которые демонстрируют на сцене настоящий талант. В результате меняется жизнь не только детей, но и всего городка. Падение Трои Историческая драма, которая в красках поведает зрителю о грандиозной эпопее. Сериал детально расскажет о долгой осаде ахейцами великого города Трои. От лица царского семейства сюжет расскажет о глубокой любви и мужестве, о предательстве, изменах и интригах в королевском кругу. В условиях жесточайшей войны люди старались сохранить человечность и умение сострадать. А вся эта история началась со знаменательной встречи троянского принца Париса со спартанской королевой Еленой, которые безумно влюбились друг в друга. После страстной ночи Парис решает тайно увезти с собой новую возлюбленную, чем чрезмерно разгневал короля Спарта Менелая. Именно он собрал армию и напал на Трою. Гнев человека, который хотел вернуть предавшую его супругу и отомстить, не знает пощады. Милого Франкса Далекое будущее, земля в руинах и на остатках человечества наводят уже стаинственные гигантские формы жизни, известные как Кюру, рвущие драконы. Чтобы противостоять им, люди создали передвижные фортационные сооружения, названные плантацией, где растут и обучаются юные пилоты роботов Франкса. Единственная цель, ради которой живут эти дети – уничтожение Кюру после прохождения специальной подготовки. Но чтобы управлять роботом, необходимо двое – мужчина и женщина. И если один не справляется, статус пилота лишаются оба. Кюра считали одаренными до тех пор, пока он не провалился на экзамене вместе с своей напарницей. Птица, которая никогда не взлетит, так чувствовала себя мальчик с того времени и даже не догадывалась, что совсем скоро встретит человека с похожей судьбой. Корона Сериал рассказывает о королеве Елизавете II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. 13 ЧИН ПОЧЕМУ Однажды Клей Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули ее на это. И Клей – одна из них. Здесь и сейчас Уважаемый профессор философии Грег Ботрайт празднует дома свой 60-летний юбилей вместе с женой юристом Одри. У пары есть общий ребенок, а также трое приемных детей и уроженцев разных государств – Вьетнама, Колумбии и Сомали. Драма раскроет все подводные камни в жизни этой большой многоденциональной семьи. Ведь за фасадом безупречного счастья таится много проблем и недоговорок. К тому же один из детей имеет удивительную способность замечать вещи, невидимые для других членов семьи. За долгие годы эта семья так и не смогла стать единым целым. Каждый здесь имеет свои секреты, которые всплывают самым неожиданным образом. Благие знамения В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на Земле. Перерождение Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем и охватывает тысячелетний период. В результате секретного правительственного эксперимента на свободе оказываются кровожадные вампиры, зараженные опасным вирусом. Остановить распространение болезней, грозящей уничтожить человеческий род, под силу лишь девочки-сироте по имени Эми, которая обладает странной властью над вирусом. Наследники Логан Рой, могущественный и настареющий глава международного комедийного конгломерта, в будущем правление компании должно принять старший сын, но прежде всей семье придется пережить интриги, предательства и неприкрытую борьбу за власть. Призраки дома на холме История семьи, которая долгое время жила в доме, населенном призраками. Годы спустя, трагедия заставляет их вернуться в тот дом, и встретиться лицом к лицу со злом, обитающим в его стенах. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok